Излишняя приватность наказуема как минимум на дороге. В городе прошел очередной профилактический рейд по тонировке. Сотрудники госавтоинспекции проверяли передние стекла машины в соответствии нормативам. Вместе с ними дежурила и наша съемочная группа. Да, вот светопропускаемость данного стекла, установленных передних боковых, 72%, то есть допустимая норма. Если нанесено дополнительное покрытие в виде пленки, то, соответственно, если меньше 70% светопропускаемости, то, соответственно, стекло тонировано. Даже прозрачное стекло не идеально. Еще меньше показателей у тонированного. По нормативам передние боковые окна должны пропускать не менее 70% света. Впрочем, не все магнитогорцы спешат исполнять закон. 18%, что недопустимо. Полиции говорят, тонированных машин меньше не становится, несмотря на то, что темные пленки снижают обзор. Из-за чего труднее заметить транспорт и пешеходов. У водителей же есть свои аргументы в пользу затемненных стекол. Так машина лучше выглядит. Да и зачем мне вот эти лишние взгляды. Так в машине хоть что могу оставить, а так и порсетку могут вытащить и что угодно. Поэтому больше нравится с ней ездить. Дмитрию повезло. Его тонировка легко сошла за стекла. Другим же приходится приложить усилия, чтобы сорвать пленку. Исправить нарушение инспекторы требуют прямо на месте. При отказе штраф. В случае невыполнения требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий водитель привлекается к административной ответственности в соответствии с частью первой статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника полиции, за что предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Ред продолжался три часа. За это время дорожные стражи поймали более 20 нарушителей. Иван Маслов, Егор Суханов, информационная служба медиагруппы Знаково.